Скажи-ка, дядя, ведь не даром знаменитая поэма Михаила Лермонтова звучала на Бородинском поле. Там прошли торжества по случаю 204-й годовщины знаменитого сражения, которое оказалось переломным в ходе войны с Наполеоном. За реконструкцией битвы наблюдала Виктория Лукашева, но перед этим она посетила лагеря противников. Итак, идём знакомиться с лагерем военных. Мы изначально заведуем провиантом. Уважаемые женщины, это жёны Каправо. А что готовили? На костре луковый суп национально-французский готовили. Что нашли, то и готовили. Выкопался. Если убрать полностью пластик, посуда, в принципе, вся антуражная, деревянные миски. Со вторника здесь жили, мы готовили именно антуражные. В основном, чем солдат пикался? Мука, хлеб, зерно, иногда мясо, если ему очень повезёт. Это у вас французская булка? Да. Та самая? Борис тоже нет. Скорее, бородинский хлеб. И тут, в том, что там, мы пристроим. А где Наполеон? Умер. Здравствуйте, товарищ Наполеон. А что ж это вы, товарищи французы, русскую водочку пиваете? Так что, меняли, то и пьём. Это трофей. Да, обозы отстали, обозят партизану, обоз отбили, да всё, бургунская выбили. Да, вот так вот, приходится выезжать за счёт подножного корма, так сказать. Начал войну, поэты партизан Денис Васильевич Добрин, Денис Васильевич Добрин. Называется Урсул. Урсул, да? Да, потому что медведь по-французски Урс. А-а. А Урсул, это в буквальном переводе, значит, медвежник. Во-первых, она увеличивала рост, атака пугала больше, потому что казалось, что идут великаны, хотя люди обычного рода. Шкура сохраняет запах медведя, и он пугал лошадей. Поэтому лошади, они шарахались часто от медвежьих шапок. А можно примерить? Можно. Да. Она весит 1,4 кг. Ой, ну, да, тяжёлая, тяжёлая. Ужасно тяжёлая прям чувствуется. Она сделана, получается, по всем правилам, то есть, если сейчас саблей ударить, то не разрубишь, да? Какая сабля, какой удар, какая скорость лошади. Ну, честно говоря, конечно, не знаю, как так. Можно скакать ещё? Она, конечно... Можно и скакать. Не, ну да, я представляю, там и доспехи все весят, да, ещё и шапка такая, где-то полтора килограмма, и, конечно, попахивает медведем. По всей линии фронт-шкур получил смерть эту рамку. Вообще-то оружие не с рыбим не полагалось, но, извините меня, во время войны с французом чем? Крепким словцом отбиваться? Он же не поймёт, он же бахурманин. Французский трофейный, АН-9. Это реконструктор, сказано, выстрелить только дымом. От сабельного удара, ну, частично могут защитить. А вот на стороне какой армии будет участвовать? Конкретно этот? Да. Этот подруб. Мы приучаем их к выстрелам, взрывам, стреляем с них, рядом взрываем что-то, работаем с оружием. Замкнувшись плотными рядами, русские отбивали эти новые атаки. Тут заканчивается военно-историческая реконструкция таким парадом, войск. Здесь есть и конница, и артиллерия, и пехота. Даже горящая деревня есть. А вот Наполеона и Мутузова я, к сожалению, здесь так и не нашла. Продолжение следует...